ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Возобновившийся месяц назад программе льготного автокредитования и лизинга обозначили предельный срок действия 1 декабря 2022 года Будет ли продление пока неизвестно, все зависит от параметров федерального бюджета на следующий год Власти напоминают, что в программе участвуют модели Лада, ГАЗ, УАЗ, а также электромобили Эволут стоимостью до 2 миллионов рублей Размер скидки для большинства российских регионов может достигать 20% Правительство рассчитывает, что в рамках программы будут реализованы порядка 50 тысяч новых автомобилей ТРАССА 101 Автоваз потихоньку возвращает утерянные из-за санкций опции на автомобили Лада С августа машины снова стали комплектоваться кондиционером и модулем Эроглонас До начала осени в список оборудования включат подушки безопасности водителя и переднего пассажира Каждая из них добавит к стоимости автомобиля по 8 тысяч рублей Что касается антиблокировочной системы тормозов, то ее Лады вновь получат не ранее следующего года В качестве поставщика АБС выбрана китайская компания Тренова Ранее Тольяттинский завод сотрудничал с Бош ТРАССА 101 У россиян снова в почете подверженные праворульные автомобили Спрос на них за последние месяцы заметно увеличился, правда не во всех регионах Это связано с укреплением курса рубля и появившейся вследствие этого Возможностью выгодно приобрести машину на аукционе в Японии Лидером по росту числа праворулик 70 с лишним процентов, как ни странно, стала Чечня При росту в 20-25 процентов наблюдается в Москве и Питере А вот в Сибири и на Дальнем Востоке люди к таким автомобилям, наоборот, немного охладели ТРАССА 101 Только три модели легковых автомобилей в России насчитывают более одного миллиона экземпляров Выяснило агентство Автостат Самой массовой является ВАЗовская «семерка» более полутора миллионов штук На втором месте находится «шестерка» 1 миллион сорок тысяч Бронза принадлежит единственной в топе иномарке «Кеорио» с показателем 1 миллион 28 тысяч машин Из других моделей наиболее близки к миллиону «Лада 4х4» и «Лениво» и «Хенде Солярис» Всего в нашей стране зарегистрировано более 45 миллионов легковушек ТРАССА 101 На приличную сумму попал водитель Део Матис в Москве Автомобилист нарушил ПДД, не уступив дорогу трамваю Столкновение не привело к значительным повреждениям Однако автовладельцу насчитали почти 1 миллион рублей компенсации, которую он должен выплатить Департаменту транспорта Дело в том, что ведомство при расчете суммы убытка учло множество факторов Это и остановка движения трамваев по четырем маршрутам, число отмененных рейсов, время задержки и неполученные в качестве оплаты проезда деньги На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101